Играю партию на ЧСКОМ, и мой соперник это международный мастер, родом из Индии. И попробуем разыграть против него старый индийку. Вариант с Е4 и Ф3, вариант с Земеша. На С5, насколько я помню, ход Д5 не очень хорошо смотрится, потому что открывается слон Ж7. Поэтому предпочту здесь Конь ЖЕ2. И теперь у меня возникает вопрос, куда рокировать, в короткую сторону или в длинную? В принципе, и туда, и туда достаточно неплохо, с определенными планами. Если рокировать в 3-0, то нам нужно начинать игру на королевском фланге. Если же в 2-0, то где-то либо на ферзиум, либо по центру. Наверное, сыграю здесь более осторожно, 2-0. Потому что выглядит неприятно как раз ход А5 для меня, или же А6 и Б5. С возможной атакой. Здесь сыграю Б3, чтобы на А4 отреагировать Б4. Стандартный ход такой. Потому что если пешка дойдет до поля А4, она уже делает пешку С4 оторванной. Это не очень выгодно для меня в этой позиции. Здесь разменяюсь пока что. Наверное, дальше может последовать ход Ферзь Б6. Но, в принципе, это не страшно. Подведу пока Ладью в центр. В принципе, развитие у меня здесь неплохое. Ну, я, наверное, заберу уже. Конь все равно потом уйдет с этого поля. Есть план Е5 и перевел тканя на Д4. Но для этого черным потребуется достаточно много времени. Поэтому я пока что буду подводить своего короля в центр. Не вижу пока какого-то четкого плана за себя, где дальше играть. План с А3 и Б4 мне как-то не очень нравится, потому что пешка С станет слабой. Можно попробовать продавить на королевском фланге с помощью А4. Но после А5, в принципе, все глохнет. Поэтому нужно искать что-то новое. Наверное, позиция ничейная, если обе стороны будут играть правильно. Но вот черные решают провести план с А3. То есть играют явно на победу. И отходят слоном. Здесь у меня теперь есть выпад конь Б5, конь Д5. Что-то из-за того мне нужно выбрать, наверное. Конь Б5 мне нравится меньше. Из-за ослабления пешечной структуры, сдвоения пешек. Поэтому выберу ход конь Б5. Тоже вопрос, чем здесь забрать. Если я беру ЕД, потом у меня появляется план с С5. Но он успевает сыграть А3. Поэтому, наверное, сделаю позицию симметричной. И подкреплю еще А3. Теперь у него пешки ставят на белых полях. Это может быть зацепкой для меня в Эншпере в слоновом. Хотя как пройти здесь тоже не вижу. Потому что черные крепко держат линию С. И прорываться, по-моему, бессмысленно на этом фланге. Остается просто ждать, что сделает соперник. Опасно было бы за черных здесь играть на победу после Ж5. Или каких-то ходов в этом роде. Потому что тогда я в любом моменту могу залезть в ладьи по линии С. Поэтому, я думаю, объективным результатом здесь была бы ничья. Но соперник все-таки хочет прорваться. Здесь, я думаю, уже в ладьи С6 можно влазить. Мне можно было бы хоть раньше это сделать. И было бы, наверное, еще опасней для соперника. Здесь у меня, конечно, соскочила мышка очень не вовремя. Хотел взять ладья по 5, потерял важный темп. И король не успевает прорваться. Вот в чем дело. То есть из-за одного темпа позиция стала уже абсолютно проймена. Да, он успевает пройти королем. И затормаживает мою пешку. Конечно, здесь нужно сдаться.